С почты ты ушла и решила сменить деятельность. В общем, я работала, меня всё устраивало, мне очень нравилось работать там. Там очень такое понимающее руководство, очень добрые, отзывчивые коллеги, которые помогали мне всё это время, дали возможность обучиться без нервов, без стресса. Это почта у меня связана также эмоционально с отношениями и очень-таки тёплые воспоминания. Даже сейчас вспоминаю об этом, я не хотелось мне уходить оттуда. Но когда ты работаешь зимой, то есть я тебе немножко объясню процесс работы и как это всё выглядит, мы работаем в полузакрытом помещении, то есть это незакрытое помещение и неоткрытая площадь. Там несколько стеночек есть, но если ты работаешь зимой, например, представь себе, даже, ну я не знаю, какая погода как в России у вас, но, допустим, в Караганде, когда я могу просто выйти на улицу с кем-то болтать, стоя на морозе или просто даже на ветру, ничего не делая, ты начинаешь полностью мёрзнуть с ногу до головы. И настолько доходило до того, что у тебя рука просто начинает мёрзнуть, и у тебя она немеет, и ты даже кнопку нажать не можешь. Настолько было как бы холодно. Но ты, получается, там провела две зимы, если ты полтора года там проработала, если ты приехала осенью, ты зиму проработала, потом ещё следующую зиму ты проработала. Да, да. И в третью зиму ты сказала, я больше не хочу, надо что-то менять. Надеюсь, я найду такую работу, где погодные условия для меня будут безразличны. И у меня есть знакомые, которые работали на другой фирме, и они говорят, мы работаем от аутсорсинга. Аутсорсинг, знаешь, это офис, который отправляют на работу, но берут за это определённый процент. И я решила позвонить, но я знала, что там берут только со знанием корейского языка. Но на тот момент я не знала. Ну, то есть я только начинала учить, считай, я здесь уже сколько, год-полтора уже проработала на почте. Я знала основные какие-то слова, какие-то моменты. То есть если мне что-то бы сказали, я бы поняла, да, но не всё. И особенно было страшно идти на интервью. То есть вообще, в принципе, позвонить и спросить, а у вас есть работа? Это было уже что-то с чем-то, потому что ты думаешь, блин, как я позвоню? А как вообще сказать там, здравствуйте, а я по объявлению? По какому объявлению? Я же позвонила знакомых. Как сказать знакомые? Слово даже сейчас, я не знаю, что у вас знакомые. Решилась, позвонила. Меня пригласили на собеседование. Спросили, какая у меня виза. Говорят, ну всё, приходите. Это было так страшно. Я просто думаю, что как, блин. Ладно, я позвонила, всё, поговорила. И то там какие-то остались у них вопросы, у меня остались вопросы. Я говорю, ой, а можно смс-кой? Хорошо. Они мне написали что-то там, адрес. Думаю, как этот адрес найти? Так, ладно, как-нибудь там по картинке разберусь. Можете скинуть карту? Они скидывают, всё понятно. Ага, я прихожу. Так, вроде это здание. Так, а где какой этаж? И ходишь, бродишь, но находишь. А есть работа? Да, есть. Проходите, садитесь, заполняйте анкету. Что? Какую анкету? Ну, то есть я знаю, как писать буквы. Я знаю, что её и... Там уже ещё надо по-корейски писать. Год рождения. Так, ну и, в принципе, там остальное вообще ничего не понятно. Но мне нужна была эта работа. Мне очень нужна была мне эта работа. Я взяла телефон. Пока все начальства, все руководства ушли, типа, меня оставили заполнять бумажки. Есть такая функция Google Переводчик. Ты его скачиваешь. Я про неё хотела тебе сказать. И переводишь. Ну, там такой бред. Просто тупо набор слов, букв, чего, непонятно. Ну, ладно, я умею печатать. И каждое слово сижу перепечатываю. И начальники такие. Ча, каманё? Моэл? Я не понимаю. Сейчас. Wait. Конечно, руководство это всё увидели, что, типа, она не понимает по-корейски. И то есть они уже, ведя со мной интервью, уже были как-то настроены так скептически, типа, блин, вы не понимаете по-корейски. Как с вами общаться? Да, как вы будете работать? И я прям чувствовала уже, что мне сейчас откажут. И я говорю, пожалуйста, я говорю, я сейчас учу корейский язык, я выучу его, и дайте мне надежду на то, что вы... По-корейски говорила или по-корейски, на ломаном корейском? На ломаном рука что-то там. На всех языках, короче. И так как я сказала, что я учу корейский, так как я усердно переводила эту анкету, я очень хотела её заполнить. Я говорю, я заполню её, пожалуйста, сейчас. Я начала звонить куда-то, чего-то как-то. Но я старалась это перевести. Я сидела прямо, я говорю, нет, ну сейчас, 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 сейчас. Они говорят, хорошо, ну давай попробуем. И начали мне тоже вот так показывать. Вы будете работать, например, с пудрой. Как это выглядит? То есть это косметика была, да? Да. То есть они говорят, есть вот завод косметики. Он говорит, вы будете работать с такой пудрой, будете работать с этими крышками, говорит. Вот они прямо показывают то, что там производят. И говорят, вам нужно будет смотреть вот наверх, там, как, есть ли царапины, есть ли там рисунок, красивый, некрасивый. По мне, я как бы, логично. Есть рисунок, нет рисунка. Кривой рисунок, некрасивый рисунок. Всё логично. Ну, в общем, меня взяли. Говорят, вы берёте, снимаете там с этого слайна. Там будет какой-то другой лайн. То есть я уже понимаю, что там будет лайн не такой, как был на почте, там такая дорожка, да, которая движется. Там уже такой лайн. Они показали какие-то палочки. Я такая, странно, конечно. Ну, ладно, потом увижу, пойму. Они говорят, вот, снимаете типа слайна, смотрите и ложите в коробку. И всё это мне они объясняли именно руками. Я говорю, да, да, всё понятно пока что. Они говорят, типа, you understand? Я говорю, understand, ясно всё. На ломаном английском, на ломаном корейском. Мы руками что-то объяснили, показали. Я всё это поняла. И всё. Ну, в принципе, работа была не особо сложная. Сложность заключалась в том, что ты стоишь целый день на ногах. То есть просто стоишь на ногах. Хотя там я тоже на почте работала и была на ногах, но там я хотя бы ходила и двигалась. Для меня движение было как-то... Ну, ты уже не замечаешь того, что ты стоишь на одном месте. А здесь за ломаном ты просто стоишь. И там, конечно, грубо звучит. Ну, допустим, там глаз почесался, да? Там что-то ресничка в глаз попала. Если у тебя есть время вытащить эту ресничку из глаза, то есть это лёгкая работа. Ну, я так рассуждаю. Вот сколько я работала. Но на почте... То есть я работала одной рукой, другая у меня всегда была свободная. Да. На почте. А когда ты работаешь на косметике, там работаешь ты двумя руками. Вот так. Поочерёдно. То есть одну ты делаешь, другую готовишь. Другую ставишь, другую уже готовишь. Там такие были маленькие крышечки от губной помады, кажется. Не было никакого рисунка, они были прозрачные. Там была надпись. Помада сделана в Корее. Состав чего-то там, чего-то там. Там маленькие-маленькие буковки. И то есть... Всё, просто тупо складывала. Я думала, именно только вот пудру надо вот просматривать. Оказывается, мелкие детали тоже надо просматривать. Но я не знала, какой брак. Они говорят, ну, типа на рисунок смотри. Я говорю, какой там рисунок? Там же только буквы. Ну, хорошо. Я смотрела только, есть или нет. Но на самом деле, вот я покажу на бутылке. Вот здесь все буквы. Но на вот этой губной помаде, например, было такое же название. И вот буковка была, вот, миллиметр там, размер. Миллиметр на миллиметр. И там один, который работал впереди, он вот ставил вот этот штамп краской. Он говорит, ой, кажется, сейчас, говорит, брак пошёл. И вот надо было, оказывается, заметить, что вот у этой буковки Т маленький уголок не пропечатался. Это брак. Ну, рисунок-то весь есть. То есть там всё, в принципе, понятно, что это буква Т, это буква А. Ну, маленький уголочек какой-то буквы, это считался браком. Для меня это был такой шок. Целая крышка, целая. Ничего нету. Можно же заново налепить эту надпись, стереть эту и напечатать заново. Нет, выкидывай. Почему? У тебя, говорит, там брак. Какой брак? Где? Я все буквы просмотрела, там все пропечатались. Они показывают крышку. Есть в пластмассе пузырёк. И вот там маленький, вот, мусипусечный вообще пузырёк. Они говорят, видишь? Там, говорит, комги. Воздух типа попал. Ага. Они говорят, это брак. Столько вопросов. Маленькие какие-то царапинки. Маленькие какие-то вот прям вот такие вот. Это брак. Для меня, если я покупаю косметику, и на ней будет вот такая блестюнька, это будет прикольно. Это красивая крышка. Но если ты покупаешь новую косметику, и там на ней блестюлька, маленькая блестюлька с размером теней, наверное. Это брак. Это брак. Это же косметика. Она должна блестеть. Она должна сиять. Видишь эту блестюльку? Да. Продуй. Не так. Вот, возьми ветродуй и продуй его. Нет, блестюлька осталась. Хорошо. Возьми спирт, возьми тряпку и протри. Хорошо. Берёшь тряпку, берёшь спирт. Блестюлька осталась. Возьми скотч. И вот так. Сделай. Блестюлька осталась. Ну, тогда выкинь. Это брак. Она оплачивалась меньше. Часа было меньше. Но были плюсы. На заводе нас кормили. Развозили нас. И были бонусы. Те, кто работает официально или работают постоянно на постоянном арбате, у них есть бонусы. Работая неделю без пропусков, ты получаешь недельный бонус. Работая месяц без пропусков, ты тоже получаешь месячный бонус. Ну, это типа премии, короче, да? Да. Также есть функция тринадцатой зарплаты. Да, тринадцатую зарплату тебе выплачивают, потому что ты хороший работник, ты не уволился никуда, а ты продержался. И, ну, у тебя не было никаких нарушений и так далее, и тому подобное. То есть, и, в принципе... Сколько ты проработала на этой работе? На первом заводе я проработала месяц. Это вот эта вот работа, на которой ты вот так долго заполняла анкету? Да. Ты там проработала месяц и ушла на другую косметику? Они меня спросили, как тебе работает здесь, тебе сложно. И мне было очень сложно, потому что я только перешла после почты, когда я там немножко могла походить, погулять, там. Меня постоянно угощали печеньками. А здесь там какие-то... Вот я всегда работала, во-первых, на почте я работала в мужском коллективе. Там была только одна девочка, с которой я работала. И, то есть, на меня никто не кричал. Не было никогда такого, что кто-то там что-то мне будет говорить. Они всегда подходили, помогали, общались. Как-то всё это было так по-дружески. Всё так как-то... Не было никакого крика. Всё было спокойно. Там, сделаешь уборку, всё хорошо. Там, сделала уборку. Там, да, нельзя... Где-то тяжёлую коробку не могу поднять. То есть, всегда я знала, что найдутся мужчины или парни, которые могут потом эту коробку сдвинуть или убрать, или что-то ещё. То есть, не было никаких проблем. Здесь, если ты несёшь какую-то коробку или что-то ещё, ты несёшь. Только ты и больше никто. То есть, ну, нельзя на кого-то положиться, пока на кого-то понадеется, во-первых. Во-вторых, женский коллектив. Я не против женщин и не против девушек. Но бывают такие женщины, скажем так, которые недовольны абсолютно всем. Всё, что ты делаешь, это абсолютно неверно, это абсолютно неправильно. И даже если ты делаешь так, как они сказали, они будут тебе повторно говорить о том, что ты неправильно делаешь. Ты надо протирать. Ты берёшь тряпку, ты протираешь. Они говорят, неправильно! Как? Я же протираю. Нет! Надо в другую сторону! Почему? Потому что она пыталась протирать в другую сторону. Ну, то есть, такое тоже бывает. И ты ушла через месяц и пришла на другую косметику. Там тоже самое надо было делать? В принципе, очень похожа косметика. Где-то комсовать. Комса – это проверка именно на брак. С руководством, в принципе, ты никак не сталкиваешься. Ты работаешь только с коллегами. Ни привет тебе, ни пока. Для меня вот как бы такие нюансы, там, отношения. Это вот для меня очень много что-то значит. И, то есть, такой, знаешь, резкий перепад дружеского, когда тебя там ценили, уважали и спрашивали о чём-то. Это же просто как дела. Это было очень приятно слышать и узнавать, как у них дела. А когда ты приходишь здесь, все такие, знаешь, вот... Смурные. Да, был какой-то дискомфорт. В силу, наверное, моей привычки, потому что я привыкла общаться. И как-то, ну, другая атмосфера была. Я пришла на другую косметику. Она не была лучше, чем та. В принципе, всё. Оплата была такая же. График, в принципе, почти такой же. Расстояние между домом до завода было такое же. Так же кормили, так же бонусом. В принципе, всё. Вот то же самое, только вилайн, другие люди. На том, вилайн я проработала 7 или 8 месяцев где-то. Ну, ты много выдержала. Ну, короче, пока у тебя почта самая длительная, да, была? Вот вторая почта. Нет, я бы продержалась бы на второй... Косметике. ...работе, но в косметике... Ну, была проблема в том, что я хотела учиться, и на этом заводе мне не давали такую возможность. То есть они хотели работать и днём, и ночью, и в обычные будние дни, и в субботу-воскресенье. Я не была к такому готова. То есть я хотела мне в выходной день идти и учиться на языковых курсах. Там, во-первых, была немножечко дискриминация в языковом плане. Ну, большинство людей из Китая, и они все разговаривали на китайском. Но если приходили, например, девочки на русском языке, мы разговаривали, они были против, типа, не разговаривайте. Можно я тебе сейчас сразу задам вопрос? Ты говоришь на русском языке, то есть ты там не одна такая была? Там тоже были технические корейцы со знанием русского? Да, да. То есть ты вот за все свои работы, где ты работала, нигде не было такого, чтобы работала какая-то европейская внешность? Нет, вот на почте я была единственная, которая говорила на русском языке. Потом, правда, были ребята на другом, там нас перекидывали постоянно в разные филиалы. Там появились, да, ребята, с которыми мы сдружились. Они были кто из Казахстана, кто из Узбекистана. Ну, то есть русский говорят все, да? Да, да. И было прям очень удивительно, типа, о, вы на русском разговариваете, блин, обалдеть. Вот. Ну, общались. Они также приезжали? Или это кто? Нелегалы? Потому что, ладно. А, ну, в принципе, да, в Казахстане тоже, наверное, корейцы живут технически. Некоторые были с визами, кто-то по учебе, кто-то, да, нелегально, там, кто-то, рабочую визу, не помню, была, нет. Были другие визы, я не помню, сейчас не могу сказать конкретно название виз, но разные визы и с разными визами, в принципе, на почту брали. На почту, в принципе, очень многих берут, потому что всегда нужна рабочая сила, и особенно мужчин всегда возьмут. А если девушка еще, у нас была такая одна девушка, она прям мужикоподобная такая, вот прям женщина-огонь, и в огонь и в воду, знаешь, там, и она прям очень такая боевая. И вот там она работала из-за мужиков, подтягала эти все коробки, и рисовые мешки, все-все-все, ну, соответственно, ты надорвешься, то есть ты хочешь заработать денег и потом работать на свое здоровье, или ты хочешь заработать и просто заработать чуть-чуть там, ну, и не в угрозу своему здоровью, то есть нужно тоже немножечко об этом думать.